и снова здравствуйте на дворе у нас конец января время когда все считают деньги в стремительно худеющих кошельках и отсчитываю дни до первой получки в году а значит на нашем канале про экономику самое время поговорить о деньгах нет здесь не будет истории про то как вкусно поесть за 50 рублей в день или о том в каком супермаркете получить наилучшую скидку или во что инвестировать первом квартале нового года вместо этого я расскажу очень 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 краткую историю денег дело в том что история денег в разных странах как и будущее денег эта тема которой мы на нашем канале намерены возвращаться ну более-менее регулярно а это значит что нам нужен некий вводный ролик своеобразная дорожная карта или если хотите . отсчета для разговора о деньгах откуда они появились каким целям служили какими они были в разных сообществах в чем преимущества и недостатки денежных систем которые существовали в разных странах и разное время ну и так далее и так далее а если вам покажется что какая-то тема подана слишком сжато можете быть уверены рано или поздно на эту тему появится отдельный ролик и следите за сплывашками в правом углу погнали для начала немного теории что же такое деньги определим деньги функционально вообще деньги это активы выполняющие три основных функции во-первых средство обращения во вторых единицы счета и в третьих средство сбережения храните деньги в сберегательной кассе если конечно не у вас есть есть товарные деньги их ценность определяется ценностью вещества из которого они собственно говоря сделаны есть еще кредитные деньги появившиеся тогда же когда возникли первые банки это те самые банкноты ценность которых обеспечивается активами имитирующего их банка а еще есть фиатные деньги они имитируются государством форме казначейских билетов их ценность определяется доверием государству и его экономической и финансовой системе чем больше экономика и чем стабильнее финансовая система государства тем выше доверие к деньгам на сегодняшний день фиатные и кредитные деньги неразличимы иными словами сегодня все деньги являются фиатными в основе их ценности лежит доверие к денежной системе в целом на этом месте у любителей крипты участилась дыхание а руки потянулись писать ругательный коммент но тут просто о крипте будет отдельный ролик теперь вооружившись маленькими теоретическими познаниями поговорим об истории денег если вы откроете школьный учебник по экономике российский или зарубежный то скорее всего в разделе про деньги там написано что возникли они так первобытных обществах царил бартер но по мере роста производительности труда увеличения благ доступных для обмена возникает потребность в универсальном эквиваленте среди всех товаров напрямую участвовавших в обмене появляется товар эталон но есть проблемка у нас нет никаких оснований думать что такие общества когда-либо существовали в книге долг первые пять тысяч лет истории антрополог дэвид гребер ссылается на свою коллегу каролайн хамфри которая утверждает не было описано ни одного случая бартерной экономики в чистом виде и появление на ее основе денег все имеющиеся у нас этнографические данные свидетельствуют о том что такого никогда не было теорий описывающих феномен денег возникал в разное время довольно много металлическая количественная номиналистская функциональная и прочее упоминать и разбирать все в этом ролике нет особого смысла если хотите сделаем про это отдельное видео сегодня не будет истории про различия систем и тому подобное нас пока что интересует как именно деньги возникли наиболее правдоподобную версию выдвигает сторонники долговой теории происхождения денег они отмечают имеющиеся у нас антропологические данные указывают на то что деньги возникли в первую очередь как долговые обязательства и средства учета долга а примитивные эмиссионные механизмы были созданы государствами как антрополог уже ранее упомянутый нами дэвид гребер исследовал малогасийцев на мадагаскаре он отмечает что изначально экономические отношения между людьми устроены на принципах коллективизма а также соревнования за престиж и покровительство по видимому в примитивных сообществах обмен не имел рыночный характер центральную роль играла традиция распределения ресурсов это распределение больше всего зависело от статуса участников сообщества некоторые товары конечно же регулярно были предметом обмена об этом я расскажу подробно дальше но эти товары не выполняли всех функций денег одновременно согласно греберу исторические корни долга лежат месопотамии третьего тысячелетия до нашей эры именно там впервые зарегистрированы практике одалживание денег под процент гребер показывает что долги появляются одновременно с возникновением первых государств правители использовали процентные суды для закрепощения подданных а через долг появляется и деньги которые первоначально служили средством угнетения но потом их функция значимым образом изменилась короче говоря разнообразные частные деньги фри банкинг изобретения гораздо более позднее кстати ждите ролик про фри банкинг в шотландии справедливости ради стоит отметить что долговая теория происхождения денег может увязаться из товарной теории которая говорит о том что в процессе обмена товарами выделяется всеобщий эквивалент который становится средством обмена логично что такая теория не исключает долговой как и наоборот дело в том что в процессе эволюции могли выделиться товары которые могли использоваться и в качестве всеобщего эквивалента и в качестве средства учет под долговых обязательств просто представьте себе две соседние цивилизации которые находятся примерно в одинаковых климатических и географических условиях и который использует разные предметы в качестве долговых обязательств и средств учета со временем эти цивилизации начинают торговать друг с другом. Логично, они же соседи. Рано или поздно между этими цивилизациями установится обмен при помощи товарного эквивалента, который будет достаточно универсален для обеих цивилизаций, и с его помощью можно будет и долги учитывать, и товары обменивать. Сам по себе процесс происхождения денег это тайна, удел реконструкции домыслов. Давайте поговорим о товароденьгах. Это общее понятие для всех видов ранних форм денег в домонетный период экономических отношений. Как и когда именно люди перешли к товароденьгам, мы не знаем, но мы знаем, что перешли. Во времена, когда обмен перестал быть случайным, становился все более систематическим и похожим на рыночный, товаром, ограниченным выполняющим функции денег, мог считаться, например, скот. Обладать большим поголовьем скота было привилегией очень богатых людей, что, конечно, отразилось в европейских языках. Например, у древнего населения Италии деньги обозначали словом пекунья от латинского пекус, что значит скот. В английском сохранилось слово импекуньюс, что означает безденежный. В Древней Руси слово скот также обозначало деньги, а скотницей называли казну, сокровище. А еще на Руси в качестве валюты ходили шкурки куниц, от которых затем получила свое название древнерусская куна. В Азии, Африке и в некоторых частях Европы функции денег выполняли морские моллюски. У кочевых народов, которые занимались в основном скотоводством, функции денег выполняли кусочки кожи, чаще всего с клеемами на поверхности. В Исландии функции денег выполняла рыба. В Южной Америке, Китае и в Юго-Восточной Азии пряности или мотыги, на Цейлоне и Мальдивах рыболовные крючки. В Мексике для этих целей использовали какао-бобы, на островах Океании жемчужины. Товары деньги на самом деле имеют очень длинную историю, не закончившуюся в эпоху появления монет. Например, ракушки каури использовались в качестве денег не просто долго, а очень долго, за что еще в 18 веке получили прозвание монетария монета. В середине 19 века, когда в Европе уже умели в телеграф, железные дороги и фотографию, англичане закупали до 300 тонн ракушек каури, чтобы торговать с местными племенами. Каури распространились почти по всему миру. Например, у нас в России их находят внутри курганных захоронений, а в Сибири они принимались в качестве средства оплаты до начала 19 века. До 1986 года словом каури называли мелкие монеты в Гвинее. Заметьте, мы говорим преимущественно об обмене между сообществами, а не внутри сообществ. Со временем в разных частях света начинают появляться монеты, но сначала в их роли выступали металлические слитки разных форм и размеров. Например, в Древней Греции использовались оболы. Это такие металлические пруты. Шесть прутов собирали в горсть, по-гречески драхма. Именно так называлась валюта Греции вплоть до перехода на евро. В Древней Германии ходили лепешкообразные слитки, а на Руси использовались серебряные слитки разных форм. Но у таких слитков был огромный недостаток. Они были весьма большими. Поэтому их все чаще и чаще разрубали на части, которые со временем эволюционировали в мелкие разменные монеты. Слитки оставались уделом крупных торговых сделок. В Китае первые бронзовые монеты появились где-то в 12 веке до нашей эры. И сначала они имитировали все те же ракушки каури. Монеты имели небольшой вес, но при этом стоили больше, чем та же ракушка. Они избавляли покупателей и продавцов от постоянного ношения килограммов ценностей. Они были более-менее универсальны, их было удобно хранить, прятать, дробить и перевозить. Все это привело к тому, что монета довольно быстро проникла из Китая в другие земли и завоевала мир. Довольно быстро, ну по древним меркам. Уже в 7 веке до нашей эры монеты чекают в Восточном Средиземноморье. Ну а слово монета возникло уже в Древнем Риме по имени Юноны Советчицы, или на латыни Юнона Монета, богини брака, рождения и семьи. Дело в том, что римский монетный двор находился при ее храме, оттуда и пошло название. Принято считать, что именно в Римской республике и Римской империи, а также в Греции, монеты обрели множество характеристик, к которым мы так привыкли. Сначала племена, входившие в состав республики, отливали просто бронзовые слитки, затем слитки с изображениями и уже затем круглые литые монеты с аверсом, реверсом, а позже и с гуртом. Позднее, во времена империи, монеты приобрели функцию информационных листков. Именно так на монетах появились профили императоров с разными сопровождающими надписями. Кроме того, римские монеты для удобства расчетов имели номиналы. Основной монетой был так называемый ас, который делился на 12 унций и весил внушительные 327 грамм. Римляне выпускали монеты как по несколько унций, так и по несколько асов. Со временем денежная система Рима только усложнялась. Во-первых, Рим начал выпускать специальные монеты, серебряные монеты для внутренней торговли, динарии, монеты для торговли с греками, дедрахмы и серебряные викториаты. И, конечно, золотые монеты, ауреусы. Плюс Рим активно завоевывал своих соседей по Средиземному морю и при этом не запрещал хождение местных денег. Так что зоопарк монет в Римской империи только расширялся. Но монета – это деньги, обладающие реальной ценностью. Их можно потрогать, а мы с вами знаем, что осязаемые деньги – это далеко не все, что можно назвать этим словом. Как я уже указывал в начале ролика, деньги – это, конечно, еще и долг. Назад, в древность, в Месопотамию. Если вы увлекаетесь криптой, вы знаете, что такое токены. Если упрощенно, токены – это такая единица учета ценностей, которая сама по себе не является криптовалютой. Токен, если совсем грубо, лишь удостоверяет, что вам принадлежит тот или иной актив или его кусочек. Первые токены появились, где-то в середине восьмого века до нашей эры, в Месопотамии, которая известна своей историей долго. У них была простая и понятная функция – показать, кто и каким объемом товары владеет или управляет без физического перемещения этого товара. Разные фигурки обозначали разные товары и их количество. К четвертому веку до нашей эры число номиналов достигло 300 различных фигурок. Токены выполняли функцию, которую позже возьмут на себя первые бумажные деньги. Именно Месопотамии и Междуречьем мы обязаны возникновению первых форм бухгалтерии, а именно записи, приходы и расхода товаров. Разные культуры создавали свои, по нынешним меркам примитивные системы бухгалтерского учета. Все изменилось, когда инноватором в денежном деле вновь выступил Китай. Что в принципе логично, кто изобрел бумагу, того и первые банкноты. Вы никогда не задумывались, что означает такое неудобное для произношения слово банкнота? Все просто, это калька с английского bank note, то есть буквально банковская запись. На заре бумажных денег их нельзя было просто так взять и обменять на обычные товары. Бумажные деньги лишь свидетельствовали, держателю сего принадлежит такой-то объем настоящих, то есть металлических денег. Но а самый большой толчок развитию бумажных денег произвел, сам того не ведая, друг Леонардо да Винчи, итальянец Лука Пачоли, математик и по совместительству монах-францисканец. В 1494 году он издал книгу с витиеватым, как тогда было модно, названием. Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях. Трактат о счетах и записях. Там он впервые систематизировал и изложил принципы двойной записи, которая, к слову, существовала еще до него. Двойная запись, если кто-то не знает, связывает активы организации, то бишь стоимость и структуру имущества на дату, с пассивами, то есть с тем, откуда это все взялось и на какие средства куплены, и кому это все принадлежит с точки зрения обязательств. Любая операция внутри компании отражается в двух столбцах. Стоимостные значения активов и пассивов должны быть равны друг другу. Отсюда термин «бухгалтерский баланс». До сих пор лучше двойной записи никто ничего не придумал. Метод двойной записи открыл дорогу первым европейским бумажным деньгам. Раньше, например, египетские писари максимально подробно описывали все богатства фараона. Кто дал деньги, кто натуры, чего, сколько, как и где лежит. Неточности грозили огромными неприятностями. Теперь все упростилось. Можно было отдать те же монеты тем же тамплиерам. Ролик они, кстати, вот тут. А они запишут, кому принадлежат эти деньги, еще и приумножат, еще и вернут, сохранив записи обо всех их приключениях. Или выдадут вам же на другом конце Европы. Впрочем, это уже форма безнала. К слову, подобное строгое отображение всех движений средств предприятия достаточно сильно способствовало формализации разрешения деловых споров. У экономиста Авнера Грейфа в книге «Институты и путь к современной экономике» разбирается любопытная история о конкуренции средневековых торговцев – магрибцев и генуэзцев. Магрибские евреи, изначально будучи спаянной малой группой, полагались на репутацию. Обманешь одного магрибца и больше ни один не будет иметь с тобой дело. Поначалу работало, но когда магрибская торговля стала расширяться, отслеживать и наказывать мошенников становилось все сложнее. Плюс сообщество поделилось на фракции. Обманешь представителя одной и не факт, что конкурирующие подвергнут тебя строкизму. А вот генуэзцы изначально были разобщены, поэтому полагаться им пришлось не на репутацию, а на формальные структуры – суды, контракты и прочее. В итоге магрибская торговля зачахла, а генуэзская процветала. Суд победил репутацию, а в помощь суду была та самая двойная запись. С металлическими деньгами, как быстро обнаружилось, были свои трудности. С точки зрения правителей, проблемы представляли подделки, что означало траты на поиск фальшивомонетчиков и необходимость усовершенствования технологий отслеживания подлинных монет. С точки зрения всех остальных, проблему представляла любовь правителей к удешевлению, облегчению и изменению номиналов монет. Все же в школе читали про медный бунт, да? Плюс размеры, плюс вес, плюс сложности с учетом, перемещением в пространстве и так далее. Выходом из положения в Европе стали не только сами бумажные деньги, но и развитие банковского дела. И речь, конечно, не только о бумажных деньгах, но и о финансовых инструментах. Финансовые системы, в основах которых лежали металлические деньги, как во Франции середины 18 века, считались отсталыми по сравнению с системами где были развитые банковские системы. Банкноты, долговые расписки, векселя, облигации, форвардные и фьючерсные контракты все это было в изобилии представлено в странах Западной Европы. Рождалось все это дело не без мук. Посмотрите, например, ролик про тюльпаноманию. Первое упоминание о бумажных деньгах в Европе, кстати, тоже относится к Нидерландам. Согласно легенде, помогло несчастье. Город Лейден находился в осаде. Ни металлических монет, ни кожи в городе не было. Пришлось использовать бумагу, чтобы временно заменить настоящие, как тогда они воспринимались, деньги. В 17 веке попытку ввести в оборот бумажные деньги предприняла Швеция. Там выпускали медные монеты, которые были слишком тяжелыми и ненадежными. Глава стокгольмского банка Иоганн Палмструх предложил заменить физический обмен монет кредитными бумагами. Но купюр выпустили слишком много и они резко обесценились. В этом же веке в Англии деньги были выпущены как долговые обязательства английских ювелиров. Де-факто это были обычные векселя. Считалось, что такие банкноты можно было обменять на золото. И хотя на практике все было не вполне гладко, они стали довольно популярны. Прошло пару десятков лет и рестрикционный акт ввел твердые фиксированные курсы таких банкнот, которые стали бумажными деньгами. Кредитными деньгами. В конце 17 века бумажные деньги выпустила Массачусетская колония. Они стали основным средством платежа. В 1775 году Конгресс штатов постановил выпустить так называемые континентальные деньги. Папу современного доллара. В России первые бумажные деньги были выпущены в 1769 году при Екатерине Второй, хотя планы были еще у Петра Первого. Металлические деньги были огромной проблемой для страны с огромными расстояниями и высоким уровнем коррупции. А тут еще и серебряные рудники не давали столько денег, сколько требовалось экономике. В итоге Екатерина Вторая повелела открыть два банка в Москве и Петербурге, куда было положено по 500 тысяч рублей металлом и выпустить ассигнации на эту сумму. Таким образом бумажные деньги Российской империи были изначально обеспечены деньгами металлическими. Один из самых тяжелых путей к бумажным деньгам проложила Франция. Бумажные деньги вводили и отменяли по несколько раз, о чем мы выпустили аж целых два ролика и выпустим еще. Пока будет достаточно сказать, что окончательно бумажные деньги стали деньгами во Франции только в 1871 году. Бумажные деньги быстро продемонстрировали свои сильные стороны. Они были легкими, их было удобно хранить, транспортировать и обменивать. Кроме того, совершенствовать технологию выпуска бумажных денег было проще, чем финансировать технологию выпуска монет. Но почти все страны в тот или иной момент сталкивались с одной неприятной особенностью бумажных денег – обесцениванием. Со временем государства начали привязывать бумажные деньги к металлическим стандартам. Это придавало бумажным деньгам ценность, превращая их по сути в сертификаты, которые давали владельцам право требования. Рассчитываясь такими деньгами, люди фактически передавали право собственности на определенное количество драгоценных металлов без передачи самих металлов. Такие сертификаты можно было заменить или восстановить в случае физического износа, но даже при износе они не теряли стоимости. В 1785 году Соединенные Штаты привязали доллар к серебру. Вся последующая история доллара вплоть до 1900 года – это попытки американского государства создать устойчивый биметаллический стандарт. Золото для крупных банкнот и серебро для мелких. К началу 20 века золото окончательно победило. Великобритания, чьи финансы были расстроены войной против Наполеона в начале 1820-х, начала проводить масштабную финансовую реформу. С 1821 года фунт стерлингов можно было свободно обменивать на золото, а в 1844 году реформа завершилась установлением полной монополии Банка Англии на эмиссию валюты и установлением полного золотого стандарта. Франция ближе к концу века приняла биметаллический золото-серебряный стандарт. Япония, открывшаяся Западу в конце 19 века, также выбрала золотой стандарт. В Российской империи золотой стандарт был введен только к концу 19 века, и это была одна из немногих действительно успешных финансовых реформ. Министр финансов Сергей Юлиевич Витте решил, что британская система лучшая и при поддержке императора за два года привел финансовую систему империи к золотому стандарту. Реформа дала свои плоды в виде резкого притока инвестиций, резкому росту внутренней инвестиционной активности и устойчивости рубля вплоть до Первой мировой войны. Все это время фунт стерлингов оставался фактически главной резервной валютой мира где-то до 1931 года. Но не стоит думать, что только золотом и серебром жила финансовая мысль того века. Еще в средние века появилась так называемая номиналистская теория, суть которой была предельно проста. Покупательная способность денежной единицы определяется ее номиналом, а номинал это сумма, указанная на монете или банкноте. То есть деньги это просто номинальные знаки, стоимость которых не зависит от их материального содержания. Деньги мол категория юридическая, свою ценность они получают не от металлов, а от государства. А основная их функция не мера стоимости, а средства платежа. В годы Первой мировой войны номиналисты резко пришлись ко двору германского императора. К несчастью для самой Германии. Неконтролируемая эмиссия денег привела к массовому обнищанию немцев как во время войны, так и в 1920-е годы. Словом, результаты номиналистской политики, как бы это помягче сформулировать, не очень позитивно сказались на судьбе всего человечества. После Первой мировой войны государства перешли от золотомонетного к золотослитковому стандарту. Но это было ненадолго. Уже в 1931 году Великобритания отказалась от золотого стандарта и перешла к свободно плавающему курсу. В 1944 году ведущие государства мира перешли на так называемый золотовалютный или золотодевизный стандарт, известный как Бреттон-Вудская система денежных отношений. В 1971 году президент США Ричард Никсон объявил о временном запрете обмена долларов на золото. И в 1973 году была установлена современная ямайская система, которая положила конец системе твердого обмена валютных курсов. В мире окончательно утвердился его величество фиат. А пока государства и финансовые институты решали проблемы обмена и обеспечения денег, рынок решал другую задачу – ускорение обмена. Бумажные деньги становились все более неудобными в глобализующемся мире, а традиционная инфраструктура связи тормозила международную торговлю. Когда несколько лет назад Apple, Google, Samsung и другие техногиганты объявили о создании собственных виртуальных кошельков, многие пользователи и эксперты отнеслись к этому со скепсисом. Мол, эти ваши корпорации просто-напросто намерены собирать максимум бигдаты о своих клиентах. Вы будете смеяться, но история пластиковых карт, при помощи которых можно расплачиваться, всего лишь вернулась ровно в то место, с которого начиналось. Первые бумажные и металлические карты для оплаты услуг появились еще в начале 20 века, только выдавали их не банки, а частные компании типа магазинов, отелей и заправочных станций, а получали их только самые надежные, старые и платежеспособные клиенты с репутацией. Короче, эти карточки представляли собой что-то среднее между программой лояльности и современной кредиткой или даже картой рассрочки. А цель была все та же – отследить, что, когда и почем покупает клиент. Ничего не меняется. В 1891 году курьерская служба под названием American Express, да, тогда это была просто курьерская служба, выдала первым клиентам дорожные чеки, которыми можно было расплачиваться в поездках. А первая полноценная кредитная карта была выпущена в 1914 году компанией Western Union. Правда, она тоже была бумажной. На ней записывалась сумма доступного кредита. Как она вычислялась? На основе информации о покупках клиента. Эпоха больших данных, говорите? Но это все были аналоговые технологии. Настоящие прорывы в отрасли случились все-таки после Второй мировой войны. И дело вовсе не ограничивалось международными транзакциями и бизнесом. Растущие доходы домохозяй сделали бумажные деньги и бесконечные чеки для простых людей не очень удобной формой. А чековые книжки до конца ситуацию не решали. Бизнес хотел информацию о клиентах простые люди, более удобные формы хранения денег, чем наличные, счет, до которого надо постоянно идти ногами и чековая книжка. В 1940-х-50-х годах США начался так называемый торговый бум. Его итогом стало создание системы безналичных расчетов. В полном соответствии с микротеорией инновационного предпринимательства ключевые решения разработали стартапы. Причем все ключевые события произошли в Нью-Йорке. В 49-м году некто Фрэнк Макнамара не смог расплатиться в ресторане, поскольку оставил бумажник в другом пиджаке. Ситуация настолько выбила Фрэнка из колеи, что 28 января 1950 года он запустил сервис Дайнерс Клаб, выпустивший первую кредитную карту. Схема была простой. Клуб выпускал карты для своих членов и выступал поручителем по их операциям. Раз в месяц член клуба получал выписку по своим операциям и должен был погасить свои обязательства в течение еще двух недель. Принимающий карту партнер отдавал Дайнерсу комиссию в размере 5-7% от суммы покупки, а владелец карты – годовой сбор за выпуск и обслуживание карты в размере 5 долларов. Как видите, очень похоже на современную кредитную карту. Уже к концу года 20 тысяч клиентов Дайнерс Клаба могли расплачиваться этой картой в 285 ресторанах. Через год первую банковскую карту выпускает всеми забытый Нью-Йоркский Лонг-Айленд-Банк. Еще через год, в 51-м, Фрэнклин Нэшнол Банк разработал первую современную систему расчетов кредитной карты, а первая банковская карта выпускается в Европе, ну, разумеется, в Великобритании. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец. В 50-е годы свои кредитные карты выпускают сети заправочных станций, ритейлеры и прочие сетевые торговцы. В те годы наличие кредитной карты было показателем статуса и высокого уровня доходов. В 59-м году в гонку вступил Американ Экспресс, выпустивший первую карточку из пластика. За 5 лет Американ Экспресс довел количество клиентов до 1 миллиона человек, которые могли расплачиваться в 85 тысячах торговых точек. К тому моменту всему капиталистическому миру стало понятно, за банковскими картами будущее финансовых систем. Параллельно рынок пытался решить задачу международных переводов. Ведь до 50-х годов банки и другие финансовые институты пользовались традиционными каналами связи. Почта, телефон, телеграф. Рост международной торговли привел к тому, что вся эта инфраструктура перестала справляться. Банки тратили миллионы долларов и сотни тысяч человек и часов на выявление и исправление ошибок, исправление неувязок в документах, различные проверки и выявление различий в банковских процедурах разных банков. И, конечно, на фоне инноваций в розничном секторе международная торговля выглядела, мягко скажем, стыдно. В начале 60-х представители 60 европейских и американских банков собрались для того, чтобы обсудить стандартизацию международного банковского дела. Уже тогда участники договорились, платежи должны идти без какого-либо бумажного документа оборота. Типичные банковские риски должны быть минимизированы, а обмен банковской информацией должен быть максимально ускорен в сравнении с существовавшими тогда каналами связи. В 1968 году родилась инициатива по созданию рентабельной системы обмена банковской информацией. В мае 1973 года 248 банков из 19 стран мира учредили Общество Всемирных Бежбанковских Финансовых Каналов Связи, или сокращенно SWIFT. Сейчас к системе подключено больше 12 тысяч организаций из более чем 200 стран мира. Ежедневно через систему проходит более 30 миллионов сообщений о транзакциях. В то же время в мире начинается гонка безналичных платежных систем. В 1964 году в Японии появляется платежная система JCB. В 1966 году появляется европейская Еврокарт. В 1967 году Барклайс устанавливает на лондонской улице первый банкомат. В Штатах начинается гонка между Bank of America, который создает карточное подразделение Bank AmeriCard, и конкурентами, которые создают ассоциацию InterBank Card Association, которая превращается в Master Charge, которая превращается в MasterCard. Банк AmeriCard превращается в Visa. В 1971 году карты впервые обзаводятся магнитной полосой, а в 1974 году Аризона Банк впервые в истории привязывает карту к дебетовому счету. В 1980-х появляются первые национальные системы банкоматов. В середине 1990-х безналичные платежные системы активно переводят на рельсы интернета. В 1996 году Европей, Visa и MasterCard анонсировала стандарт EMV, который должен был обеспечивать безопасные банковские операции по картам с чипом. Если у вас не карта МИР, то чип на вашей карте работает по этому стандарту. Так магнитные карты стали уступать место картам с чипами. В 2004 году была анонсирована технология ближней бесконтактной связи, известная как NFC. С 2005 года MasterCard стал развивать использование бесконтактных карт с технологией PayPass, а Visa с технологией PayWave. Но по-настоящему массовыми эти технологии стали только после распространения смартфонов. В 2014 году Apple выкатила Apple Pay, который позволяет покупать дошираки по скидке при помощи телефона или наручных часов. Вечные друзья Apple из Южной Кореи, родины бич-пакетов, выпустили альтернативу под названием Samsung Pay уже через 11 месяцев. А в сентябре 2015 года заработал Android Pay, который сейчас превратился в Google Pay. Распространение этих технологий по миру идет крайне неравномерно. Например, Россия не стала одной из первых стран, где заработали Apple Pay и Google Pay, но массовое использование началось почти сразу же после внедрения технологий. Вы уже пару лет как можете платить телефоном во всех магазинах, где есть терминалы. Google Pay и Apple Pay интегрированы во множество приложений, на вроде маркетплейсов, сервисов, доставки еды и даже штрафы, любимому ЕБДД вы можете заплатить при помощи этих технологий. А вот в Германии, если верить Deutsche Welle, карты с бесконтактной оплатой стали более-менее массово распространять около 4 лет назад. А Apple Pay полноценно заработала только к концу 2018 года. Германия – один из рекордсменов Европы по любви к наличным. По данным Европейского Центробанка, в 2018 году в кошельке немца в среднем находились 103 евро наличными. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. Кредитные карты были только у третьей населения, и только 19% владельцев пользовались ей хотя бы раз в неделю, утверждает Банк Германии. Так что пару лет назад на наших туристов смотрели с удивлением, когда они оплачивали телефоном свое пшеничное. Впрочем, все меняется, и в той же Германии есть заведение кэшфри. Россия до такого еще, слава богу, не дошла. В целом же по Европе бесконтактная оплата перестала быть новомодной экзотикой совсем недавно. В каком-то смысле система безналичных платежей закончилась там же, где и началась. Банки, ритейлеры, рекламодатели, большие корпорации, все собирают бигдату о пользователе. Но пока шли все эти интересные изменения в денежной сфере, параллельно мы оказались в совершенно другой реальности. Кэшбэк на все, и на это, и на это. Ее формируют кэшбэки, мили, бонусные баллы в рамках программ лояльности, игровые валюты, криптовалюты, ну и так далее. Ну вы не маньяк получается, да? Антрополог Джек Уэзерфорд пошутил. Мир электронных денег больше похож на неолит, чем на рынок, каким мы его знали последние несколько сотен лет. Мы словно вернулись к меновой торговле, которой, к слову, никогда не было в описываемой в учебниках форме. Еще в 1982 году Дэвид Чаум из Университета Калифорнии написал важную статью, в которой описал автоматизированную платежную систему, в которой третья сторона не видит информации о платеже. С этого момента началась попытка создания частных цифровых валют, но это были только первые пробы. 2008 год, год великой рецессии, породил в людях недоверие к существующим традиционным экономическим институтам, в том числе к центральным банкам и централизованной денежной эмиссии. На волне этих настроений в середине 2008 года запускается проект децентрализованной цифровой валюты, которая позднее станет известна нам как биткоин. И тут я прерываюсь, поскольку не являюсь специалистом в области блокчейна, биткоина и прочей крипты. Во всяком случае пока, зато у меня есть такой специалист, и в одном из следующих роликов он ответит на 10 глупых вопросов про блокчейн и криптовалюты. А на этом краткая история денег все, но рубрика будет продолжаться. Подведем короткие итоги. Наиболее правдоподобна общая идея о том, что первые деньги появились не из бартера, что деньги тесно связаны с долгом и кредитом, и что системы учета долга были в значительной степени инструментами угнетения государства. Однако со временем стали появляться порядки открытого доступа, обмен приобретал все более рыночный характер, а люди усваивали рыночные практики. Деньги со временем стали инструментом свободы, а не упрощали доступ к товарам, которые уже в свою очередь удовлетворяли самые разные потребности. Короче говоря, такие вот непреднамеренные последствия. Можно долго говорить о том, что нас закабалили банки, что капиталистическая система своими финансами давит простых людей, но нужно понимать, что без подобных систем те блага, которыми мы сегодня обладаем, были бы нам попросту недоступны. Конечно, в эпоху монопольной эмиссии деньги продолжают выполнять в том числе и функцию угнетения. В конечном итоге государство не просто так требует платить налоги в национальной валюте. Но лично я верю, что глобальная медиатизация идеи частных денег, благодаря в том числе и криптовалютам, позволит нам вернуться к старым, добрым, частным эмиссиям и фри-банкингу, уничтожить товарно-денежные отношения в глобальной экономике не представляется возможным. Малые сообщества разрушаются и человек глобализуется. В глобальной экономике нам неизбежно требуются эквиваленты обмена. Современные технологии, в том числе и в денежной и финансовой сферах, позволяют нам ускорять и увеличивать объемы транзакций. По сути, радиус возможных операций расширился для современного человека до всего земного шара. Мы с вами еще посмотрим на теории денег, на валютные системы, на денежные системы разных стран в разные эпохи. И, конечно, подробно поговорим о функциях денег, фиатных деньгах и современных механизмах создания денег. Не забудьте нажать на всплывашку вот тут, чтобы проголосовать за выпуски, которые хотите увидеть в будущем. Кстати, мы закупаем оборудование для стримов. Спасибо за это нашим патронам. Кстати, присоединяйтесь, становитесь нашими патронами, если хотите, чтобы наш канал процветал. Ссылка внизу. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо, что досмотрели ролик. Больше денег вам в 2020 году.